Жизнь не проходит, как нечто, проходящее само по себе. Просто мы недостаточно вкладываемся в каждый уходящий момент так, чтобы извлечь из него максимальную выгоду, отнести это мгновение к Творцу. И понять, что Он хочет сказать мне в это мгновение. Потому что вся наша жизнь – это история, рассказ, это беседа, речь его с нами, а мы не слышим. Постараться раскрыть тонкость, чувствительность к тому, что существует голос Творца, его обращение к нам. Это сила, которая желает раскрыться. Это называется тем, что стучит Он в наше сердце, и мы пока еще не способны Его ощутить. Здесь это находится, просто не чувствуем. Что нам недостает, чтобы почувствовать? Нам недостает повысить ценность этого свойства отдачи, выхода наружу, вне себя, подъема над самими собой. И вот, когда я выйду из себя, внутрь группы, внутрь нашей связи, между нами, там я почувствую его, там я его услышу. Мой приемник не находится во мне, он находится в свойстве, находящемся вне меня. Если это свойство будет властвовать надо мной, то я это почувствую. Это раскрытие происходит в той мере, в которой я таким становлюсь, дающим. И как мне потом сказать, что я раскрою Творца? Кто же такой я, который еще и раскроет Творца? То есть, во мне пока есть еще такие свойства, которые пока не раскрывают Творца. Но потом, когда я полностью раскрою все, то не будет меня и его. Это просто все превращается в одно свойство отдачи, которое властвует надо мной, и все. То есть, мы всего лишь меняем силу, которая нас активизирует, и мы хотим ее сменить из того, что я все время думаю только как получить, на то, чтобы все время думать как отдать. И я действительно привык к этой форме, в которой я все время работаю. И в этом нет ничего хорошего. Я просто к этому привык. Я не могу от этого оторваться. Это как древняя привычка. Потому что, чтобы прийти к желанию отдавать, как говорит Бальсулам, это всего лишь психологическая проблема, потому что тут намного больше возможностей наслаждаться и развиваться. Просто мы таким образом привыкли, и поэтому таким образом действуем. Поэтому против своей привычки мы должны обязать чуждую силу, окружающий свет, то, что называется, к тому, чтобы он изменил нас. Активизировал бы нас иначе.